Севастополь Андрей, у нас есть небольшой сюжет об открытии фестиваля. Давайте посмотрим. Давайте. 12 регионов России и 22 приглашенных страны. В Севастополе открылся 12-й международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Организатор – Евразийская академия телевидения и радио. Традиционно кинофорум разделится на две части – документальное кино и телевизионные программы. Среди новшеств в этом году запланирован показ фильмов русской диаспоры, зарубежных фильмов о войне, фильмов о Донбассе. Президент 12-го международного фестиваля – известный актер и режиссер Владимир Меньшов. Оценивать творчество участников будет жюри, в которое войдет пять человек. Фестиваль продлится до 19 мая. Основная площадка – кинотеатр «Муссон». Среди участников разыгрываются 15 почетных призов и гран-при. На фестиваль поступило более 300 заявок из 23 стран. Первый раз пришла работа из Соединенных Штатов Америки, из Канады и так далее. И, конечно, фестиваль вот такого поистине международного размаха – он первый раз. Для меня это большая честь, без преувеличения говорю, потому что это Крым, это Севастополь, это новая жизнь Крыма. И я ее всячески поддерживаю, считаю, что это героическая страница в нашей новейшей истории. Андрей, вы режиссер из Екатеринбурга и принимали участие в кинофестивале с документальным фильмом «Восенин». Почему именно эту работу решили представить на фестивале и о чем она, какова главная идея фильма? Ну, досье Николая Васенина – это история нашего соотечественника, нашего земляка, который героически сражался в рядах французского сопротивления, который вернулся на родину, попал в ГУЛАГ, сбежал из фашистского плена. В общем-то, судьба совершенно не имеет аналогов, и после чего, спустя 70 лет, он отправляется в свое прошлое навстречу своей мечте дочь капитана Жанна Моно. Это девушка, которая спасла его после побега из фашистского плена. Собственно, вот, фильм повествует о его последних днях жизни, мы смогли это все дело запечатлеть, делали фильм с большой любовью, создавали, потому как, ну, либо это делать… Тут нельзя быть профессионалом, тут нельзя выпячивать какие-то профессиональные навыки при создании столь тонкой работы. Мы просто отключили все вот рецепторы, там, кто режиссер, кто оператор, продюсер, монтажер, и просто прожили какой-то кусочек времени с этим человеком, и как-то увековечили его память, он раскрасил, в общем-то, наше понимание о том времени. И вместе мы отправились во Францию, 5000 километров преодолели на поезде, чтобы проститься с Жанной, это дочь капитана. Она немного его не дождалась, но он все-таки вот принял для себя решение о том, что он должен вернуться, должен побыть с ней, постоять на могиле. И слоган фильма «Я русский солдат, я обещал ей вернуться». Вот это очень важные слова, и фильм так и делится на две половины. Первая «Я русский солдат», вторая «Я обещал ей вернуться», это «Возвращение во Францию». Человек с невероятной биографией, ну и, собственно, здорово, что такие досье, они сегодня есть, и то, что мы можем как-то прикасаться, общаться с ветеранами, говорить, это большая честь. У нас есть фрагмент вашего фильма, в котором мы можем узнать о судьбе главного героя. Давайте посмотрим. Николай Максимович Васинин сегодня является единственным русским кавалером Ордена Почетного Легиона, удостоенным этого звания за заслуги во Второй мировой войне. Вспомните его биографию. В ноябре 1939 года он был мобилизирован в советскую армию, участвовал в финской войне, получил ранение. Но летом 1941 года Васинин снова вернулся в строй. Служил под Минском в июле первого года Великой Отечественной войны. Вместе с другими советскими солдатами оказался в окружении. При обороне города Николай Васинин снова был тяжело ранен, взять в плен. Он побывал в нескольких лагерях для военнопленных, пока не оказался во Франции. В октябре 1943 года Васинину удалось сбежать. Вместе с товарищами присоединился к сопротивлению, где воевал с 20 октября 1943 года по 2 сентября 1944 года. Неподалеку от города Сен-Сурлен-Валуар участвовал в боях, в частности в битве при Сен-Рамбер-де-Альбом. На севере Дрома его партизанский отряд французских внутренних сил называли отряд Николя. У него было поддельное удостоверение в личности на имя Николя Вуатье. На самом деле очень трогательный момент. Увидели все эмоции, которые пережил человек во время боевых действий. Николь Вуатье, так как он партизанил, всех были клички. Николь Вуатье, его так знали во Франции, он освободил один из французских городов Сен-Рамбер. Он вышел в форме французского генерала, изъяснялся по-немецки, сказал, что вы окружены, сопротивление бесполезно, можете меня расстрелять, но все равно вы будете убиты. Немцы сдались, скинули оружие и остались тем самым живы. Он говорит, сдавайтесь в обмен на вашу жизнь. Ну и, в общем-то, тактика ведения боя только могла быть присуща истинно русскому человеку, как Николаю Максимовичу. Потому что американцы, допустим, они воюют следующим образом. Это ВВС США сбрасывает бомбы и мокрого места не остается. А только человек с русской смекалкой может сделать так, чтобы люди остались живы, при этом цели были достигнуты. Поэтому французы были очень ему благодарны. И они его назначили в определенный момент комендантом ночного времени в городке Сен-Рамбер, который он освободил. Приходили женщины, плакали, жаловались на мужей. В общем-то, говорит, вот мой пьет, там еще что-то. Он где-то понимал французский, где-то делал вид, что не понимает. Ходил вечером, стрелял по лампочкам, был такой кольт у него. То есть, собственно, нормальный такой, задорный, веселый человек. И при этом еще герой. То есть он лично знал Деголя. Деголь его разыскал, вручил ему крест бойца французского сопротивления. Это как медаль за отваги французская. И он остался всегда в истории, потому что такие досье, они нам необходимы. Потому как часто приходится доказывать, что не мы напали в 41-м году на фашистскую Германию. О том, что не мы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Ну, то есть есть и такие мнения, в общем-то, и о Крыме. Ведется постоянные вопросы, поэтому какие досье необходимы. Как же создавалась Ваша работа, кто принимал участие в этом, и насколько трудоемким и продолжительным был этот процесс? Ну, фильм создавался, в общем-то, в какое время я сейчас скажу. То есть мы начали в октябре 2013 года, запустили первое интервью с Николаем Максимовичем. Вот на кадрах сейчас идет детство. Это Кировская область, село Пышак. Зинаида Петровна, она односельчанка. Разыскивает дом Николая Максимовича. Он вспоминает о том, был ли дом, где он есть. Ну, грустный момент, то есть о том, что дома не осталось, все поменялось. Но его память, его сердце, оно в любом случае, оно в Кировской области, село Пышак. И когда он воевал за свободную Францию, он воевал за тех русских женщин и своих родных, и близких, за детей там, на родине. То есть он воевал за всех нас, там, будучи во Франции. И отправился он домой, потому что вот он не может эти места забыть. Эту разбитую дорогу и эту запустилую церковь, это все очень для него важно, в его сердце это все. Причем церковь, она уже там порядка, не знаю, лет 80 уже запущений такому. То есть это еще при коммунистах она была взорвана. А вообще был такой богатый приход. Такая есть легенда о том, как поп, который потерял крест, его уже несколько поколений пытаются найти, золотой крест. А о создании фильма. В создании фильма принимали замечательные люди. Это наша команда, Павел Саблин, Дмитрий Куренев, операторская группа. Это очень люди, ну, каждый по-своему, там, ну, кто-то хвалит операторскую работу, говорит, что вот, снято все на уровне BBC, там, не знаю. Вот. Ну, и хорошо, и значит, надо показать фильм на федеральном телевидении. А что же было самым трудным при создании этого фильма? При создании этого фильма, скорее, сценарий он был уже, ну, как бы, по большей части написан. То есть история удивительная, и ее только нужно было правильно показать, запечатлеть, не разрушив детали. И правильный найти контакт с этими людьми, вот, Пьер Моно, сын Жанны Моно во Франции. То есть нужно было просто не врубать киношника, вот, в общем, скажем так. То есть не люблю, когда киношники играют в киношников, это ужасно совершенно. То есть надо либо все-таки ты веришь и живешь этим, либо ты вообще несу себя в эту профессию. Вот, поэтому мне кажется, что в любом случае надо как-то оставаться максимально человечным при... И особенно к героям, то есть героям, которых ты снимаешь. Вот. Мы знаем, что в проката лента вышла в 57-минутном варианте. Вот как вы считаете, это много или мало? Ну, она вышла в DCP-варианте, это формат кинотеатральный, там, 60 минут один кадр, так, если точно быть. Вот. И вышла в 50-минутном варианте. Ну, то есть мы ее прокатали, порядка 50 городов, там, омывали, там, берега Южно-Сахалинска и Якутии и все, собственно, ключевые, там, миллионники. И она в Севастополе была показана в ночь скорби и памяти, там, с 21-22 июня. Вот. Программа «Максимум», собственно, была выполнена и проект был поддержан грантом президента Российской Федерации. То есть мы реализовывали программу нашего грантодателя. Вот. И это был успех, и это и есть успех, собственно. То, что документальное кино, оно может собирать полные залы, как и любые, там, американские блокбастеры, кассовые фильмы. То есть абсолютно люди хотят идти смотреть и понимать сегодняшнее время, смотреть о судьбах соотечественников. Они хотят этого. То есть и публика есть. Мы знаем, что ваш фильм демонстрировался и в США, и в Германии, и во Франции. Как восприняла работу отечественная и зарубежная публика? Когда мы только закончили фильм, у нас была возможность сделать одну из первых презентаций в бостонском Гарварде. Ну, то есть там, в Америке. Нам бы хотелось понять, насколько он мультиконтинентальный, именно как история, как человек, насколько он понятен людям с разных точек мира. Потому что Бостон, Гарвард, это очень уникальная площадка, там обучается 80% студентов со всего мира и только 20% американцев. И когда мы были в зале, профессора, студенты, они все понимали, они чувствовали их, просто были эти эмоции, схлипывания. То есть цель была достигнута? Да, в общем, цель была достигнута понять, насколько это можно, это только наше, это что-то только наше, или это понятно на всех языках мира. Выяснилось, что это понятно на всех языках мира, и люди мало знают об этом. То есть они знают какую-то одну точку зрения, а мы сказали, что была еще вот такая точка зрения. Планируется ли показ фильма на федеральном телевидении? Да, очень бы хотелось, нам активно работаем, нам нужны лоббисты в этом вопросе, то есть нам нужны те, кто помогут нам реализовать прокат на федеральном телевидении. Поэтому обращаюсь к дирекции фестиваля «Победили вместе», помогите нам прокатать фильм на федеральном телевидении. Потому что там, знаете, есть своя определенная культура, этика взаимоотношений, и там просто нельзя прийти и сказать, вот у меня там потрясающий фильм, возьмите. Там люди уже лет по 50 работают вместе, и в общем вот, там свой язык общения. А как вы предполагаете, какую оценку получит ваша работа на федеральном телевидении? Это совершенно не имеет значения, лично для нас этот фильм создавался, он как аксиома, он не нуждается в оценке. Ну то есть он, да, тогда приятно, если будут хвалить. Когда хвалят, вообще приятно. Вот, когда ругают, тоже хорошо, надо, значит, брать новые рубежи. — Самое главное — это цель картины, цель достигнута, она трогает сердца зрителей. — Цель — это зрители, конечно. То есть в первую очередь быть честным со зрителями, то есть разговаривать с ними на одном языке, на современном языке. Потому что часто, как бы, киношники, они могут слышать только себя. То есть они снимают фильмы, которые трогают лично только их. Ну, есть же зрители. То есть это не значит, что нужно им потакать их вкусовым там свойствам, качествам. Но нужно как-то искать какой-то, не знаю, компромисс. Сделать так, чтобы кино было, не знаю, там, конкурентно способным. Чтобы оно пробивалось в прокате. Чтобы оно было, приглашалось на огромное количество фестивалей. Это не является целью, но это является честным для всех создателей фильма. — Ну что ж, время нашей передачи «Истекло». Благодарю за интересный успех. — С фестивалю спасибо. Победили вместе потрясающая, уникальная площадка. И такие мастодонты, кто является организаторами. Владимир Валентинович Меньшов. — Желаю вам творческих успехов и реализации всех ваших планов. — Спасибо. — Напомню, в прямом эфире программы «В контексте» говорили с режиссером фильма Васинин Андреем Григорьевым. На этом мы ставим точку. Актуальные темы еще впереди. Оставайтесь с нами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok